Добрый день, уважаемые коллеги! Как хорошо меня видно и слышно. Прошу поставить плюсики в чат, если все нормально. Видите и слышите меня хорошо. Спасибо. Ну что ж, сегодня у нас начинается новая вебинарная неделя в Директ Академии. И эта неделя будет немножко необычная. Она у нас будет такая эстетическая, я бы сказал. Три из пяти наших вебинаров. А я напомню, что вебинары в Директ Академии проходят каждый день, каждый рабочий день в 12 часов. Будут посвящены искусству. Сегодня один из таких вебинаров. Но, как всегда, перед началом вебинара, сегодня вебинар буду вести я. Перед началом вебинаров хотел бы рассказать о полезных ссылках, которые я разместил в самом начале нашего чата. Первая из ссылок ведет на наш видеоканал в Ютубе. Прошу прощения, на наш сайт, сайт Директ Академии, на котором можно зарегистрироваться на любой вебинар текущего учебного года. Вплоть до июня месяца 2019 года. Наше расписание постоянно пополняется. Сейчас в нем уже около 150 вебинаров. Будет больше, где-то около 180, я надеюсь. Новые спикеры подбираются, и мы их включаем в наше расписание. Запись этого вебинара будет размещена на нашем видеоканале в Ютубе. И вторая ссылка ведет на наш видеоканал. Я всех призываю на наш видеоканал подписаться, чтобы быть в курсе всего, что на нем происходит. Третья ссылка ведет на нашу страницу сайта онлайн-курсы, где вы можете выбрать курс для обучения по своему вкусу. Ну и, наконец, последняя ссылка ведет на страницу нашего сайта, где вы сможете приобрести сертификаты через небольшое время нашего сегодняшнего вебинара. Как правило, это минут 10. Но если так вот страховаться, то, можно сказать, не более чем через час после окончания нашего вебинара. Как всегда, я хотел бы проанонсировать три следующих вебинара, которые произойдут у нас на этой неделе. Сейчас я дам информацию о них в чат. Вот эти вебинары. Завтра пройдет вебинар нашей сотрудницы, сотрудницы Директ-Академии Аси Бурнашевой. И будет он называться «Ресурсный центр и иностранные языки ВБС Университетская библиотека онлайн». Третьего числа в среду продолжение нашего сегодняшнего вебинара буду вести я. И будет он называться «Артотека. Новый формат для искусства». Если вы пришли на сегодняшний вебинар, я вас очень прошу прийти и на следующий наш вебинар в среду, который будет продолжать сегодняшний вебинар. Ну и, наконец, 4-го числа, в четверг, стартует наш новый трек, трек по искусствоведению и истории искусства. В этом году его будет вести Марина Пивень, наш новый постоянный ведущий вебинаров. И первый вебинар будет называться «Время титанов. Художник, ученый-мыслитель Леонардо да Винчи. Универсальная личность эпохи Возрождения». Вот, тоже приглашаю на этот вебинар. Должно быть интересно, приходите обязательно. Ну что ж, а я перехожу, собственно, к теме нашего сегодняшнего вебинара. Сегодня я хочу рассказать о... Сегодня наш такой продуктовый очередной вебинар компании Директ Медиа. Хочу рассказать об одном из наших продуктов, который называется ArtPortal, и который мы считаем образовательным ресурсом для школьников и студентов. Не просто считаем, а позиционируем его именно так. Этот наш ресурс, он необычный, отличается немножко от остальных ресурсов наших, которые являются, по сути, электронными библиотеками. Арт-портал — это, скорее, по своей сути, электронная галерея, арт-галерея. Но не зря его слоганом является фраза «Больше, чем галерея». Конечно, мы стараемся на нашем арт-портале собрать произведения искусства и описать их так, а также дать такую дополнительную информацию, снабдить такими дополнительными сервисами, чтобы этот ресурс был полезен при обучении. Ну и давайте начнем. Собственно, вот логотип нашего арт-портала. Найти его можно... Сейчас скажу, по какому адресу. Вот его главная страница. Здесь все достаточно просто. Сейчас я начну рисовать. Сверху поиск. Это меню по основным видам искусства. Это второе основное меню, о котором я буду говорить, расскажу вам. Ну, вот, собственно, и все. И от него идут разные другие возможности, с которыми я вас сегодня познакомлю. Да, ну, отдельно хотел бы отметить вот эту часть, которая называется «Артотека». Это, можно сказать, самостоятельный дополнительный проект в рамках арт-портала. Ну, так получается, что он позиционирован в рамках арт-портала, хотя на самом деле он вырос вполне самостоятельный проект, который, впрочем, имеет глубокую связь с арт-порталом, использует его ресурсы и так далее. Поэтому он присутствует в меню арт-портала. А, собственно, артотеке будет посвящена, как я уже говорил, послезавтра отдельный вебинар, на который я вас приглашаю. Вот ссылка на наш адрес нашего арт-портала. По традиции это три буквы перед основным доменом компании «Директ Медиа», который называется «Библиоклуб.ру». Если говорить о цифрах, то арт-портал – это более чем… Ну, сейчас, наверное, уже 65 тысяч изображений, 7 тысяч авторов из 3 тысяч музеев. Вот примерно такие цифры. Ну, если вторая и третья строка, она действительно впечатляет, то первая строка, хотел бы на ней остановиться подробнее. Мы могли бы гораздо больше изображений занести в наш арт-портал, но мы идем по пути включения в него только той информации, где есть хорошая внятная атрибутика, которую мы можем нормально описать. Более того, мы постоянно занимаемся совершенствованием уже помещенных изображений в наш портал. Постоянно появляется возможность улучшать изображения, улучшать информацию о помещенных произведениях искусства. И мы это постоянно делаем, это отнимает большую часть нашего времени, потому что, на наш взгляд, это более полезная деятельность, нежели просто наращивание мяса в сторону увеличения числа, числа тех изображений, которые появляются. Ну, наверное, здесь имеет смысл сказать вот что. Почему мы считаем еще от портал учебным порталом, и почему этот проект важен для нас, и как мы считаем для наших потребителей. Дело в том, что подобные галереи с подробным описанием, они полезны вот в каком смысле. Необходимость знать и подбирать изображения становится с ростом информационной активности в сети нашей, становится атрибутом нашей деятельности. Я всегда говорю, что быть немножко бильд-редактором нас заставляет жизнь. Наши студенты это понимают, наверное, лучше нас, но и нам, преподавателям, библиотекарям, всем остальным людям, это очень надо. И это заставляет нас понимать, как и умело искать информацию, графическую информацию. Собственно, этот тезис настолько важен, что в этом году у нас будет специальный вебинар, который будет называться «Сам себе бильд-редактор». Я вас на него приглашаю, можете его найти. Он, если не изменяет память, где-то в конце октября будет. Ну и арт-портал, это одна из тех площадок исходных, где можно это делать, где можно искать эту информацию, и с тем, чтобы в дальнейшем использовать. Здесь неполное перечисление. Более несколько десятков стилей и направлений, несколько десятков жанров в ад-портале присутствуют. По каждому этому стилю и направлению, по жанру, есть возможность фильтрации, участие в поиске в качестве фильтра. Стилы и направления выделены еще в отдельное меню, и на них навешан отдельный функционал, о котором я немножко расскажу попозже. Чем мы занимаемся в последнее время? Если в начале существования арт-портала мы занимались увеличением количества произведений, то в последнее время мы занимаемся в основном консолидацией информации. Увеличиваем качество информации. Сейчас становится возможным находить изображения гораздо лучшего качества, чем они были даже лет пять примерно назад. Большие, хорошие, красивые изображения. Пишем новые описания к изображениям. Очень много изображений не только с атрибутикой, но и с относительно подробными описаниями. Ну и занимаемся также такими вопросами, как интерактивность и мультимедиа, как в рамках нашего проекта Арт-отека, о котором я говорил, так и частично в рамках самого арт-портала. Об этом я тоже немножечко расскажу чуть попозже. Описания изображений помещены в рамку. Когда вы просматриваете экран предпросмотра с плитками изображений, то те изображения, которые имеют дополнительную подробную информацию в виде текста, кроме атрибутики, обращаю ваше внимание, они помещены в рамку. И это означает, что очень удобно сразу студенту или школьнику находить те изображения, откуда он может почерпнуть информацию для своих работ, для сет, для проектов, для рефератов и так далее. Практически каждое изображение у нас имеет вот такую вот атрибутику. В ней указан год, материал, размер, музей, где хранится это произведение и город, где хранится. Иногда указана также страна, ну и некоторая другая информация. Сейчас вы об этом увидите. Это немножко варьируется в зависимости от того, какой именно вид искусства здесь изображен. По поводу качества изображений, в последнее время стало возможным использовать изображения с большим разрешением, вплоть до гигапиксельного. Но гигапиксельные картинки мы используем в основном в наших проектах артотеки. Ну и большие изображения также загружаем на наш арт-портал. Я вот что-то из этого покажу вам. Улучшенная цветопередача. По мере того, как производится перефотографирование изображений музеев в лучшем качестве, они потихоньку попадают в открытый доступ. Мы занимаемся улучшением изображений, находим изображения с лучшей цветопередачей и постоянно их заменяем на более качественные. То, что нам казалось качественным еще лет 5 назад, ну тем более 10, в настоящее время подлежит переосмыслению и замене на более лучшие изображения. Ну, кстати, я тут хотел бы отметить, что мы активно используем изображения из открытых источников с открытой лицензией или изображения, полностью входящие в общественное достояние. И в качестве такого источника часто используем Вики-склад. Но это улица с двухсторонним движением. Когда мы находим хорошее изображение, часто мы первые его и загружаем на Вики-склад, что является, ну, в частности, я этим часто занимаюсь, тем самым вносим вклад и в развитие этой общественной площадки, чрезвычайно полезной и необходимой в работе. В нашей работе мы используем разные виды интерактивности и мультимедиа. В частности, галереи изображений, слайдеры, такие интерактивные элементы, как оси времени. Часто применяем видеоотрывки. Ну и такой наиболее, на мой взгляд, прогрессивный и насыщенный вид интерактивности, как интерактивные путешествия в наших арт-проектах. Давайте коснемся разделов нашего арт-портала. Первый раздел, наиболее насыщенный, это раздел живописи. Если мы на него нажмем, попадаем в просмотр изображений, и вот первая картинка по каждому изображению, до того, как вы смотрите ее в большом формате. Да, я совсем забыл вам сказать, что арт-портал – это в основном открытый источник. Большинство информации доступно вам совершенно бесплатно. Но по подписке доступны некоторые дополнительные функции, такие, например, как возможность загрузить изображение в наилучшем качестве. Вот таков примерно экран описания изображения, до того, как вы на него нажмете и попадете в изображение наилучшего качества. Вот здесь вот атрибутика, как я уже вам указал. Автор, стиль, жанр, вид, искусство, материал, страна. Ну, вот здесь некоторые кнопки, которые работают только при подписке. В частности, добавить галерею, скачать. Ну, разумеется, скачать вы можете просто по правой клавише мыши, нажав на изображение, и тоже будет все нормально. Вторая кнопка – это графика. Вторая, самая значительная коллекция – это коллекция графики. Ну, и тут я хотел бы… Да, тут, кстати, я обращаю внимание, что немножко изменяется. Тут пример более расширенной атрибутики, где автор, год, стиль, жанр. Здесь уже стиль, жанр, вид, искусство. Опять же, материал, техника, размер, страна, город, местоположение. Вот такая расширенная атрибутика. И хотел бы показать низ страницы, где рекомендуемые, где находятся рекомендуемые для просмотра объекты, релевантные тому, что вы смотрите. Вот, по какому-то параметру. Третья кнопка – вот эта вот, это кнопка архитектуры. Здесь есть некоторые нюансы. Ну, вот, опять же, немножко другая атрибутика. Ну, хотел бы здесь на этом примере показать. Да, ну, и здесь, разумеется, в основном хранятся, в отличие от предыдущих случаев, фотографии. Ну, там тоже, конечно, фотографии произведения искусства, но они находятся немножко в другом статусе. Точная фотография картины или графического произведения – это, с точки зрения авторского права, совершенно другой объект и не подлежит защите, если само произведение уже не подлежит защите. Вот, ну, а в данном случае это фотография архитектурного объекта. Ну, и здесь я хотел бы показать наверху вот такой элемент, как хлебные крошки, то есть последовательность операции, которая ведет к данной странице. Следующая кнопка – это скульптура. Да, ну, вот одно из произведений скульптуры. И на этом примере я хотел бы вам показать, как производится масштабирование. Если вы смотрите увеличенные, то есть произведения в наилучшем качестве, то в большинстве случаев есть возможность увеличить изображение. Ну, и вот тут есть такие инструменты, позволяющие это сделать. А справа есть область, которую можно двигать вперед-назад или вниз-вверх. Вот это область увеличения, которую можно перемещать по картине. Хочу сказать, что многие произведения, они уже помещены в наш арт-портал в таком большом, серьезном качестве. Вот, например, один из примеров – это Александр Иванов «Явление Христа народу». И вот видите, какой здесь, если не видно, сейчас я этот кусочек помечу, видите, какой маленький кусочек здесь воспроизведен. То есть, серьезное увеличение. Ну, вот, в частности, я всегда говорю о том, что даже будучи в Третьяковской галерее и долго наблюдая эту картину, вы можете таких нюансов не заметить, как вот, например, наличие вот этих людей далеко за рекой где-то, за Иорданом, вот здесь вот и вот здесь, которые взывают к Спасителю. Вот это такие мелкие фрагменты картины, которые очень плохо видны даже, когда вы находитесь рядом с картиной. Вот такое вот увеличение, которое позволяет хорошо рассмотреть такие нюансы. Впрочем, такие изображения в таком увеличении, их, конечно, лучше смотреть не в арт-портале, а в соответствующем разделе артотеки, в соответствующем выпуске артотеки, где специально сделаны интерактивные путешествия по такой картине. Следующий раздел – это декоративно-прикладное искусство. Да, ну и здесь, на этом примере, можно показать, как действуют фильтры. Вот здесь есть фильтры, которые можно использовать при поиске различные и фильтровать выдачу. Кроме того, вот здесь можно посмотреть, как выглядит вот эти вот набор мелких картинок, как сейчас говорят, плиток. При наведении на любую из них появляется увеличенное изображение с краткой атрибутикой, которое можно просмотреть до перехода к непосредственной странице данного произведения. Это такой способ быстрого-быстрого просмотра изображения. Ну и давайте познакомимся с нижним меню, где можно выбрать информацию, дополнительную информацию по разным областям. Ну, например, можно познакомиться с авторами. Вот автор, если этот автор достаточно известен, достаточно хорошо известен, на него в арт-портале есть, как правило, хорошая биография, которые можно использовать школьнику или студенту для, опять же, для целей собственных исследований, то есть собственных помещений в СССР или куда-то в другое место. Разумеется, изображение, портрет или автопортрет этого автора. Снизу в подвале находится рекомендуемая к прочтению литература, причем эту литературу можно прямо, это кликабельный список, и ее можно заказать в нашем интернет-магазине книг, скачать электронные версии этих книг к себе на устройство, на гаджет. Ну и ниже расположены работы автора, которые можно посмотреть, которые есть прямо в этом портале. Таким образом, если у вас есть мысль ознакомиться с деятельностью какого-то автора известного, то достаточно просто найти этого автора и дальше уже знакомиться со всем содержимым, как текстовым, так и графическим, которые на этой странице находятся. Аналогичное меню музея. По большинству крупных музеев, по крупным по всем, можно сказать, есть достаточно подробная информация об этом музее, включая официальный сайт, информацию, историческую информацию об этом музее, ну и вплоть до того, как и когда этот музей можно посетить, вот с изображением внешнего вида этого музея. Тоже достаточно полезная информация, если вы ищете в данный момент информацию географическую, а не биографическую, как в прошлом случае. Вкладка «Эпохи и стили» она за последний год сильно преобразовалась, включила в себя много дополнительной информации. Это одно из направлений развития. Каждый стиль, а их несколько десятков, имеет собственную статью мультимедийную и список основных произведений, которые можно вот здесь вот посмотреть. Этот список перемещается, это не исчерпывающий список, разумеется, он перемещается, это слайдер такой, который перемещается вперед-назад, вот так вот здесь можно пощелкать и достаточно много произведений посмотреть, ну или перейти непосредственно к какой-нибудь статье и там увидеть дополнительную информацию с достаточно подробным изображением, подробным описанием. Здесь вот подробные описания, они доступны тоже по подписке, а в свободном доступе несколько абзацев, которые начинают это изображение, начинают этот раздел. Ну и, как правило, доступны еще какие-то мультимедийные элементы, типа видеороликов и так далее. Ну и снизу находится изображение, которое релевантны этому этому стилю, этой эпохе или стилю, вот, который можно сразу просмотреть. То есть, опять же, этот раздел, он такой уже не столько свойственный галереи, сколько свойственный учебному пособию, когда вы готовитесь к тому, чтобы осветить данный вопрос. Это хорошее подспорье для вашего реферата и эссе или работы, или школьной работы. Готовится у нас такой раздел, который называется «Арт-учебник». Ну, это, конечно, не учебник в прямом смысле этого слова, как электронное издание в виде книги. Это чисто электронная часть нашего арт-портала, в котором будут последовательно изображены различные аспекты, связанные с искусством. Ну, когда этот раздел появится, я, наверное, о нем подробнее вам расскажу. Да, ну, вот здесь тоже аналогичные элементы есть, тем, которые я показывал. Да, вот здесь вот по авторам есть тоже такая подробная информация внутри уже арт-учебника. Ну, и в ближайшее время должна у нас появиться лента времени, такой арт-хронограф, как мы называем. Это еще один способ доступа к тем произведениям, которые хранятся в арт-портале. Такой временной. то есть это временной контекст вводится в этот контент, при помощи него можно находить основные произведения. Вот такая вот трехмерная ось времени. Здесь вот сама ось. Достаточно интересный должен получиться материал. да, ну и это вот описание одного конечного элемента на оси времени, такое достаточно подробное, с подробным описанием. И, наконец, ортотека, о которой я подробнее расскажу послезавтра, но сегодня тоже пару слов хочу сказать. Да, вот собственно информация об ортотеке, которая о вебинаре, который пройдет послезавтра. Вот я приглашаю, а сейчас вкратце о нем расскажу. Ортотека это отдельный раздел арт-портала. Как на него перейти, ну вот здесь понятно, это просто одно из один из видов меню, последний в горизонтальном меню снизу. Дальше вас встретит вот такая вот плиточный интерфейс, с которым каждая плитка это один из проектов. Проектов в настоящее время уже больше семидесяти. Каждые две недели появляется новый проект, и это уже несколько лет длится. Ну и мы будем в будущем продолжать с такой же периодичностью выпускать проекты артотеки. Среди этих проектов есть в настоящий момент их кажется семь совершенно открытых проектов, то есть это те проекты, которые являются которые можно без оплаты в которые можно перейти. Артотека это подписной сервис, и собственно подписка на артпортал и на артотеку производится одновременно, это не отдельные проекты, это совместный путь подписки на все дополнительные возможности артпортала. Вот только некоторая, небольшая часть из тех проектов, которые нами описаны, тут есть и проекты широкие по целым большим направлениям, такие как итальянское возрождение, северное возрождение, или даже целые жанры, такие как пейзаж, есть и более узкие темы искусства, не, но это тоже широкие искусства Египта, Китая, есть узкие тексты связанные с конкретными авторами, такие как Бальтазар Нойман, ну и наконец есть совсем узкие проекты, которые посвящены отдельным произведениям, таким как Явление Христа народу, Иерониму Босху и так далее, тут несколько таких, наверное, 7 или 8 таких проектов, которые посвящены отдельным произведениям, как раз эти проекты и являются теми самыми продвинутыми проектами, о которых я говорил, которые основаны на интерактивных путешествиях. Да, ну вот еще некоторое количество альбомов, послезавтра подробнее с ними о них поговорю. У каждого проекта есть своя обложка, проекты в основном трех видов, это интерактивная страница, это самый первый вид исторический наших арт-проектов или выпусков арт-отеки по-другому. Представляет из себя бесконечный условно-бесконечный холст, который можно двигать вправо-влево и на котором помещены разделы кликабельные. По каждому из этих разделов можно перейти и ознакомиться уже посредством слайдера с содержанием этого раздела. Таков самый первый наш проект, например, «Искусство Китая». Он открытый, с ним тоже можно познакомиться. Наиболее часто используемый в настоящее время вид проектов это «Long Read» или такая длинная страница, в которой структурированная страница, на которой помещено от нескольких десятков до нескольких сотен произведений искусства с более-менее подробным описанием каждого из них. То есть это не просто картинки, это и достаточно длинный текст примерно от одного авторского листа и выше на каждый проект. То есть такая полноценная книжка по искусству на самом деле. Внутри «Long Read» это все структурировано в той или иной степени. Там есть различные интерактивные элементы, которые участвуют в описании. То есть это достаточно современный способ подачи информации внутри выпуска. Ну и наконец интерактивная карта, о которой я говорил, или интерактивное путешествие по-другому. Это подробный рассказ об одном единственном полотне, которое дано в сверх высоком качестве. Да, вот так вот выглядит искусство Китая. Это самый первый тип наших выпусков. Такой условно бесконечный холст, который можно двигать в любую сторону несколько раз больше экрана и потом тыкать на любом из разделов, которые вот так раскиданы по этому холсту. Появляется вот такой слайдер и уже здесь можно подробнее с любым из произведений ознакомиться. ну это обложка одного из лангридов. Вот так примерно выглядят современные наши выпуски. Большинство из них это внутреннее содержание. Тоже внутреннее содержание. Это ну так уже разверстанное изображение. Каждое из изображений является кликабельным. По нему вы можете попасть на изображение в арт-портале уже. То есть вот здесь показана страница артотеки. А по клику на изображение вы попадаете в описание этого изображения подробное в арт-портале где есть подробная атрибутика возможность посмотреть его это изображение в увеличенном виде и возможно дополнительная информация в виде дополнительного описания какого-то. Вот это обложка наиболее наиболее подробного нашего лонгрида посвященному выпуска который называется образ Иисуса Христа в европейском искусстве. Здесь вот 8 разделов 517 иллюстраций 8 интерактивных таймлайнов вот таким вот образом дана эта информация. Говоря об интерактивностях мы имеем в виду много разных интерактивных элементов один из них это ось времени вот так она примерно выглядит это такой слайдер совмещенный с осью времени масштабируемой осью времени которые отложены годы создания данного произведения на этой оси отложены в виде вот таких вот шильдиков названия произведений эту ось можно перемещать вперед назад масштабировать увеличивать масштаб времени уменьшать ну и непосредственно переходить на любое произведение в в том году где вас это интересует кроме того вот как я уже показал вот есть слайдер которым можно переходить уже непосредственно подряд по по годам вот как они здесь расположены вот вот по этой в этой последовательности по этим произведениям и рассматривать их наконец интерактивная карта то есть или или интерактивное путешествие это такой вид выпуска ортотеки который основан на рассматривании отдельного произведения но это не просто отдельное произведение это произведение огромное то есть ну оно огромное не в исходном своем виде оно просто оцифровано в супер качестве которое часто называют гигапиксельным изображением вот здесь вы видите пиксельный размер этой картинки он приближается к гигапиксельному ну чтобы представлять что такое гигапиксельная картинка это изображение примерно 30 тысяч на 30 тысяч пикселей если перед вами сейчас монитор Full HD то есть 1980 на тысяча 1920 на 1080 это примерно 15 таких мониторов в ширину и 30 таких мониторов в высоту ну вот можете представить себе такую стену только имея такую вот огромную стену из мониторов можно пиксель в пиксель показать это изображение на на этой стене мониторов что это дает это дает возможность если вы используете единственный монитор дает возможность увеличивать эту картину до 20-30 раз без ухудшения качества то есть по мере приближения к каким-то мелким объектам вот например вот куда-то вот сюда да изображение продолжает улучшаться то есть как только вы наводите сюда условную камеру то вокруг появляются новые и новые детали и вы можете их разглядывать причем не обязательно только в самом большом и самом маленьком масштабе но и в любом в любом из промежуточных то есть несколько несколько промежуточных шагов но если речь идет о 30-кратном увеличении это соответственно 6 шагов двукратного увеличения и в каждом из этих шагов можно разглядеть свои детали то есть в либо самые крупные детали либо детали среднего масштаба либо самые мелкие детали и в каждом случае надо применять свой масштаб ну вот чтобы привести примеры этих двух видов интерактивности давайте я вам сейчас дам ссылки вот примерно так выглядит интерактивность в виде оси времени вот так вот выглядит сейчас одну минутку вот так вот выглядит интерактивность в виде интерактивного путешествия те ссылки которые я вам сейчас дал это ссылка на ось времени автопортретов Зинейды Серебряковой и вторая вторая ссылка это ссылка на интерактивное путешествие по произведению Иванова Явление Христа народу ну вот здесь она у меня тоже представлена нет это пока Боск это вот так выглядит интерактивное путешествие слева располагается участок самого произведения в каком-то увеличении в данном случае это какое-то среднее увеличение не самое мелкое не самое крупное ну а справа располагается контекстная контекстная информация возможно какая-то дополнительная картинка и пояснение текстом а иногда здесь может быть звук или или видеофайл ну и вот явление Христа народу ссылку на котором на который я вам дал это один из открытых разделов ортотеки с которым вы можете ознакомиться и посмотреть что из себя представляет интерактивное путешествие ну это произведение наверное наиболее интересно потому что достаточно много контекстной информации иванов рисовал эту картину в течение 20 лет собирал материалы у него огромное количество дополнительной информации он нарисовал около 400 этюдов и эскизов к этой к этой картине он каждую фигуру пробовал в виде в виде этюда собирал информацию ему позировали натурщики либо он откуда-то брал эту информацию из другого места вот рисовал и вот как эти фигуры кочевали из его и развивались из его эскизов этюдов и потом попадали в конечном виде на его полотно как я уже сказал у нас есть 7 открытых проектов автотеки ну вы можете в главном меню увидеть они имеют приставку демо и без всякой подписки можете к ним обратиться ну вот и все что я хотел сказать да хотел бы обратить внимание что 4 октября у нас начнется как я уже говорил цикл вебинаров трек вебинаров по искусствоведению и историю искусства будет вести Марина Пивень я вас приглашаю на эти вебинары я надеюсь что будет интересно всем кто любит искусство мы в этом году будем продолжать эту линию и будем вас информировать в форме вебинаров об истории искусства проводить вот такие вот вебинары у меня все если у вас есть какие-то вопросы я готов ответить на нашем ресурсе в подавляющем большинстве случаев использованы произведения это я отвечаю на вопрос Елены Николаевны спасибо Оксана Валентиновна подавляющее большинство полотен которые у нас здесь вообще всех произведений которые у нас размещено это открытые то есть неправные уже произведения искусства находящиеся в общественном достоянии отдельно вопрос некоторые выпуски артотеки они современные о современных авторах вот эти изображения брать брать нельзя а все что находится в прямом доступе в варпортале это можно брать и можно использовать для для учебников и так далее вот собственно это как раз вопрос в в том ключе о котором я говорил по поводу того что каждый из нас должен быть немножко немножко бильд редактором да можно используйте вот лучше конечно при этом использовать подписку потому что тогда доступ будет к максимальному качеству ну что ж коллеги спасибо я напоминаю что вы сможете через буквально 10 минут получить свои сертификаты кто пожелает их приобрести вот по этому адресу вот а я с вами прощаюсь и еще раз призываю вас прийти прийти на те вебинары посвященный искусству который на этом на этой неделе у нас с вами состоятся спасибо вам большое спасибо